здравствуйте сегодня вам расскажу про 10 вещей которые не любит замиокулькас это очень важно для выращивания замиокулькаса если вы только сейчас начинаете его выращивать сначала обязательно дослушайте видео до конца вы все будете знать про него и конечно он у вас вырастет вот такой большой пушистый листики будут красивые изумрудного цвета будет здоровый картошки будут крупные и корневая будет мощная я вам расскажу на основе своих наблюдений если у вас есть свои наблюдения на основе вашего микроклимата грунта поливов и освещение пишите в комментариях только обязательно пишите какой у вас грунт освещение и так далее чтобы люди стали что есть конечно отличие в микроклимате замиокулькаса у многих растет по-разному и так давайте начнем первое это тяжелый грунт замиокулькас не любит тяжелый грунт ни в коем случае многие говорят надо глину добавить нет такое нельзя обязательно для замиокулькаса подготовьте рыхлый очень хороший грунт только с помощью хорошего грунта замиокулькас начинает быстро и активно расти корневая будет дышать какой грунт у меня грунт у меня состоит из 70 процентов торфа остальное вермикулит перлит дренажные камни керамзит на донышко обязательно и можно использовать еще пеноплекс а также добавляйте древесный уголь он очень хорошо помогает замиокулькасу не болит он впитывает всю лишнюю влагу и он является отличным антисептиком второе замиокулькас не любит частый полив с большим количеством воды ни в коем случае не заливайте замиокулькас если у вас даже пересох для того чтобы там прям стояла вода так делать не нужно и есть например у вас сливаются лишняя жидкость поддона выливается из этого поддона это называется вы перелили например я поливаю замиокулькас очень часто но очень малыми порциями я делаю свой полив и основываясь на своем микроклимате а также у меня подкормки всегда в маленьком количестве но главное часто и умеренно если например переливать замиокулькас это приведет гибели клубни он загниет и корневая система чернеет и замиокулькас просто погибнет третье замиокулькас не любит очень сильное пересыхание среднее пересыхание буквально один-два дня он переживет но если его оставить допустим на 10-14 дней пересохшим то у него начинает сморщиваться клубень это приведет к погибели растения если его часто так оставлять без влаги то клубень будет сначала восстанавливаться водой то есть крепнуть до светлого цвета светло-бежевого цвета он должен быть и далее он будет сморщиваться если сделать так несколько раз то замиокулькас просто остановится в росте не будет выдавать не новые листья и корневая система у него конечно будет испорчена и по этим двум пунктам можно сделать вывод замиокулькас любит умеренный полив все в меру не заливаем и не позволяем пересыхать растению нужно смотреть именно по грунту если на уровне клубни уже сухое все тогда можно немного полить лично я поливаю по чуть-чуть но бывает часто а вот вы основываетесь только на своем микроклимате если у вас жарко то можно поливать намного чаще если у вас прохладно и замиокулька стоит прохладном месте то поливать нужно намного реже четвертый пункт это палящее солнце кто бы что не говорил что замиокулькас из южных стран он растет при палящем солнце но у нас например совершенно другое солнышко нежели чем в других странах у нас обжигающие солнце вот допустим сибири в мае месяце в апреле бывает такое солнце обжигающие что у нас даже ту и горят и замиокулькас на окне тоже бывает сгорает если у вас активное солнышко примерно с двух до пяти то уберите с этого места немедленно потому что замиокулькас будет сгорать листики начнут желтеть идеальное место для замиокулькаса это конечно полутень он прекрасно растет в полутени и дает яркий очень бирюзовый цвет листьев а черный замиокулькас очень быстро вырастает и очень быстро темнеет если его оставить полутени и если он будет на палящем солнце то он точно также начинает сгорать 5 из замиокулькас не любит очень холодный микроклимат допустим в зимнее время у вас стоит на окошке замиокулькас и вы открываете форчику там опускается температура примерно до 10 градусов на воздухе плюс ваша квартира и получается замиокулькас попросту замерзает клубень начинает болеть и начинает гнить от переохлаждения и также корневая начинает гнить и конечно замиокулькас перестает расти а также не нужно оставлять замиокулькас в зимнее время например если вы уже проживаете просто в доме в прохладном месте не оставляйте он точно также переохладиться и начнет болеть шестое и замиокулькас не любит просторный горшок это уже проверено временем замиокулькас нужно всегда пересаживать горшок тесный но больше старого примерно на 2-3 сантиметра это максимум то есть по краям должно быть плюсом два сантиметра только в тесном горшке замиокулькас начинает быстро и активно расти корневая система развивается когда задевает корневая система горшочек и тогда замиокулькас дает мощный хороший клубень это тоже уже проверено годами замиокулькас наоборот быстрее активнее растет когда ему тесно седьмое замиокулькас не любит хаотичной подкормки всегда любые цветы даже замиокулькас нужно подкармливать правильно и основываться только на своем цветке если вы приобрели только замиокулькас недавно всегда подкармливайте корневую систему если вы выращиваете заново замиокулькас то тоже начинайте именно с корневой системы если вы нарастите хорошую корневую плюс клубень то естественно будет хорошая листовая масса у меня на канале есть огромное количество подкормок для замиокулькаса как для корневой как для клубни как для обогащения грунта также для наращивания листовой массы заходите на канал подписывайтесь и будьте в курсе всех удобрений для замиокулькаса девятый пункт и замиокулькас не любит частые обрезки если например очень часто его обрезать то он будет болеть я тоже это уже проверяла он восстанавливается примерно до двух месяцев и может остановиться в росте и никакие подкормки ему в этот момент не помогут именно обрезка она тормозит замиокулькас в росте десятый пункт и замиокулькас не любит очень сухой воздух если очень плотно образуется на листиках пыль то замиокулькас перестает дышать и он тоже перестает расти ему нужно комфортный микроклимат и для этого можно его опрыскивать а также устраивать ему душ хотя бы раз в месяц душ обязательно опрыскивать можно чуть ли не каждые 45 дней это в среднем можно конечно использовать средства для блеска но я такой перестала использовать на протирание каждого листика уходит очень много времени а если просто хаотично опрыскивать то в некоторых местах скапливается больше слой в некоторых меньше поэтому это бесполезное занятие я решила что я буду просто опрыскивать водой и всем советую а на сегодня это все заходите на мой канал смотрите другие видео также подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе всех подкормок для замиокулькаса также как я его выращивают как у меня вырос до такого размера всем спасибо и до свидания